Русские новости Началась самая настоящая предвыборная война Не избирательная кампания, а именно война У нас других кампаний не бывает А если и бывает, то это только имитации Имитациями избирательные кампании наполнены до самого верха Начиная с 90-го года, когда, видимо, прошли единственные, более-менее честные Относительно демократичные, в том смысле, что Демас смог принять участие в них выборы Сейчас никакой честности, никакой открытости нет и не может быть Поэтому нам надо побеждать нашего врага А врагом является Путин и его олигархический режим Нам надо только самым решительным нокаутирующим ударом А он возможен только если весь народ действительно сплотится в своей ненависти к этим паразитам, захребетникам, негодяям и предателям, которые проникли во власть Еще тогда, когда нас смутили разговорами о демократической революции Не было никакой демократической революции Был захват власти и сейчас у власти находятся самозванцы Выбить их оттуда крайне тяжело, потому что у них в руках репрессивный аппарат И огромная машина лжи, которая сейчас начала работать против основного кандидата оппозиции Павла Грудинина Сейчас самым решительным образом стоит вопрос Либо Путин, либо Грудинин Нам начинают говорить, что да, все равно, это такая рокировочка Это все замысел там где-то в Кремле спланировали Ничего подобного Как раз грязная избирательная кампания, которую ведет Путин с самого начала, с самого старта этой кампании Говорит о том, что здесь сражение идет не на шутку Здесь действительно идет сражение за власть Поэтому мы должны еще тревожиться о том, что участники этой избирательной кампании находятся под прицелом В прямую, в совершенно не переносном смысле, а в самом настоящем смысле Что кандидат от оппозиции может быть просто ликвидирован вот той преступной шайкой Которая сегодня находится у власти, попирает все законы божии и человеческие Все представления о справедливости и нравственности К сожалению, имитациями наполнена и деятельность КПРФ, которая выдвинула, формально выдвинула Воспользовалась тем правом, которое было предоставлено ей олигархическим режимом Без сбора подписей выдвинуть своего кандидата как парламентская партия Вообще в целом партизация это, конечно, фальсификация избирательной системы в целом И это уже само накладывает на избирательную кампанию подозрение в том, что она не будет честной И то, что партийность в ней будет преобладать над народностью Мы, выдвигая национал-патриоты, выдвигая Павла Грудинина и других народных лидеров Предпочитали не партийность, а профессиональную подготовленность В данном случае мы можем испытывать только гордость за нашего кандидата Павла Грудинина Что он действительно профессионально подготовлен Он может работать и председателем правительства, и министром И работать на земле, что называется, в прямом и переносном смысле На земле в своем совхозе Он может выполнять любые обязанности государственного управления В рамках подготовленности, широкой подготовленности по социально-экономическим вопросам И может быть президентом Он готовый кандидат в президенты, достойный Из всех, за все годы, которые прошли Достойнейший кандидат в президенты, самый подготовленный Ни Ельцин, ни Путин Не все кандидаты, которые до того были Абсолютно подобной подготовки не имели И подобного достоинства не имели Все разговоры о том, что это внедренный какой-то специальный кандидат на заменку Путину Не стоят ровным счетом ничего Эти слухи распускаются именно на войне, как на войне Теми, кто противодействует именно народному кандидату Штабы КПРФ, которые созданы в рамках этой партийной структуры Оказываются совершенно недееспособны Избирательная кампания идет, уже давным-давно идет Эти штабы бездействуют Они все ждут, что им из Москвы кто-то пришлет особые инструкции И тогда они начнут работать Поэтому нам, русским националистам, русским национал-патриотам, просто русским людям Надо включаться в избирательную кампанию Создавать свои информационные партизанские отряды И добиваться победы над олигархи Переубеждать тех, кто не посвящен, не понимает, не знает, кто такой Павел Грудинин Распространять информацию, делать свои ролики Рисовать карикатуры, делать плакаты Все это нужно, это и есть та самая война Информационная война Мы сражаемся за души людей Не надо ждать, когда там КПРФ раскачается Когда официальные штабы будут зарегистрированы Когда будут действовать официальные доверенные лица Все это чепуха Народный кандидат опирается на народ А бюрократическая структура, которая создается в рамках путинского избирательного законодательства Нас особенно и воловать-то не должна Мы должны действовать, исходя из своих соображений, своих пониманий Справедливости и своего понимания, как вести избирательную кампанию Она не должна быть партийной В ней всякая партийность должна быть удалена Поэтому мы советуем и сторонникам КПРФ прекратить вешать на все плакаты свои серпы и молты Хватит, мы уже этого насмотрелись и в прежние десятилетия И в 90-м году, и в 91-м году Народ уже точно знал, что все это от лукавого вся коммунистическая идеология Совершенно непригодна для управления Россией Должна быть иная идеология, связанная с национальными интересами Национальные интересы превыше всего А все партийные догмы, все эти марксистские выдумки Все это должно быть отброшено Нам нужно отвечать на ту клевету, которая несется в адрес нашего кандидата То придумывают ему Абрамовича, как партнера по бизнесу И придумывают, что там и весь совхоз Грудинин оказывается весь под Абрамовичем Понятно, откуда все это идет Ничего подобного нет и в помине Но распространение этой информации занимаются нанятые клеветники Которые обслуживают ныне действующий режим Именно к нему и надо относить всю эту ложь Ну и посмотрите на сам этот режим Мы же должны для выбора сравнивать Сравнивать Мы не должны искать в одном отдельном кандидате Какого-то идеального образа Ничего идеального в жизни не бывает Есть ошибки, оговорки Есть ошибки избирательной кампании, с которой все началось вот с этой партизации идиотской Когда коммунисты начали опять лепить Это только наш кандидат коммунистический Но не хочет народ никакого коммунизма И не хочет коммунистической партии во главе нашего государства Поэтому это все надо убирать Понятно, что нет идеального образа Есть реальный образ Вот есть реальный образ предпринимателя, работающего на земле Павла Грудинина Есть образ лидера олигархии, всего варья, который в основном действует в банковском секторе, в топливно-энергетическом секторе Это Владимир Путин Путин или Грудинин? Вот альтернатива Никаких других соображений нет Всякие там бойкоты, голосования за других Это все чепуха Путин или Грудинин? За кого угодно вы голосуете или вообще не голосуете? Значит вы за Путина Если вы хотите изменений в стране, значит за Грудинина Вот только такая На войне бывают только два фронта Второй фронт вы можете открыть, конечно Но где, с какой стороны вы будете уничтожать ныне действующий олигархический режим? Если не на стороне Грудинина, то на стороне кого? Какой? Второй фронт он всегда лжив и двуличен Мы же прекрасно знаем и по самому происхождению этого исторического термина Поэтому не надо второй фронт, нужен общий фронт или много фронтов Много так называемых партизанских отрядов информационной войны Все они должны действовать Действовать для победы Не для того, чтобы разогреться Не для того, чтобы раскрутить какие-то ресурсы Не для того, чтобы создать какие-то новые структуры И потом перетянуть на себя внимание Нет, ради победы мы все действуем в этом ключе И должны стремиться к тому, чтобы раздавить этот негодяйский режим В качестве контрагитации это всюду несется и продолжается Вот это уже затыхает эта линия, видимо деньги кончаются Грудинин это ставленник иудейской олигархии Это ставленник госдепа, это жид-жид-жид-жид-жид Это жужжание исходит вовсе не из русских кругов Есть, конечно, замученные вот этим, то что называется жидоедством Замученные мозги, но это частный случай Очень небольшое количество Поднятая волна, клеветы о том, что якобы Грудинин еврей Якобы он там ставленник синагоги Исходит из кругов совершенно нерусских, совершенно непатриотических Это информационная технология, так называемая Возбудить ненависть и вражду в отношении не просто Павла Грудинина А всех его сторонников, всех, кто его поддерживает Правоохранительные органы палец о палец не ударят Вот они в Сергиевом Посаде судят за слово жидо-большевики Но носящий исторический характер Но здесь они не сделают ничего Десятки, сотни этих публикаций, видеороликов не сделают ничего Уверяю вас, потому что все это исходит из Кремля От путинских, так называемых, технологов Профессионалов грязных дел Это нанятые мурзилки, которые фабрикуют ложь и клевету И пытаются вдвинуть нам в мозги Мы должны этому всячески противодействовать Сейчас вброшена была ложь Центральной избирательной комиссии О 7,5 миллиардах рублей, ну рублей Которые, как они сказали, номинально находятся на счетах Или находились на счетах, они же не уточняют У Павла Грудинина Павел Грудинин на встрече с избирателями сказал Если бы у меня было 7,5 миллиардов, я бы построил бы медицинский центр И обслуживал там максимум, сколько возможно, населения бесплатно Но нет этих денег, все это вранье и клевета Вот я сам присутствовал на заседании Центральной избирательной комиссии И увидел, как вот эта нерусь, бюрократическая нерусь Начинает вбрасывать вот эту ложь и клевету Вот смотрите, как это было Речь касается иностранных финансовых инструментов И Павел Николаевич указал 5 счетов Которые у него были в иностранных банках Точнее, банк один находится в Вене, в Австрии Денежные средства, я в данной ситуации цитирую положение закона Денежные средства, драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах В банках Лихтенштейн, Ландес, Банк АГ, Вена, Австрия Остаток 0 рублей Второй счет Денежные средства, драгоценные металлы, находящиеся в названном банке Остаток 16 миллионов 760 тысяч 13 рублей Ну, кроме того, наверное, я должен был бы сказать о том, что Павел Николаевич Указал на наличие ценных бумаг, которые хранятся в том же самом банке Которые я минутой ранее назвал Должен, однако, уважаемый ФРД, обратить ваше внимание на следующее обстоятельство Наряду вот с этой информацией, с этой бумагой, этим документом Было представлено также подписанное Павлом Николаевичем Этот документ был подписан 8 января 2018 года Уведомление о том, что он не имеет счетов, кладов, не хранит наличные и денежные средства И ценные бумаги, и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами С учетом этого уведомления, я полагаю, что и Центральная избирательная комиссия Нет ни малейших оснований в настоящее время, по меньшей мере Отказывать Павлу Николаевичу в его исканиях Принять участие в выборе в качестве кандидата на должность президента российской Понятно, что все здесь разыгралось как спектакль И понятно, что Центральная избирательная комиссия это орган, который будет обманывать всех граждан И обманывать, что называется, по-крупному Поэтому без нашей активности мы не сможем остановить эту клеветническую кампанию И не сможем остановить фальсификации Нам всем надо быть на избирательных участках в тот день, когда будет происходить голосование Но до этого еще надо дойти, чтобы на избирательные участки все-таки пришли наши А путинисты пусть останутся дома, потому что им должно быть стыдно Что они в России вообще могут даже хотя бы помыслить, что Путин может быть снова президентом Еще 6 лет? Вы что? Вы считаете, что Россию надо замучить до конца, что ли? 18 лет для Путина это мало? Для олигархи, которая истязает нашу страну, мало? Нет, все это надо остановить, немедленно остановить И Центральная избирательная комиссия не на нашей стороне, это надо прекрасно понимать И здесь мне кажется надо обратить внимание на вот этот поцелуй Знаете, есть такое упражнение, рискованное упражнение у дрессировщиков Поцеловать змею Берут змею и целуют ее в губки, рискуя получить смертельный укус Я думаю, что это был какой-то спонтанный сюжет, вот как это произошло Павел Николаевич, пока Элла Александровна идет в свое место, я хочу сказать, что вы единственный кандидат, которого наш председатель поцеловал Нет, это не я, это меня обвиняют в взятости Нет, это я поцеловал, вы не внимательно смотрели Элла Панфилова, конечно, никаким боком, никакого сочувствия к национал-патриотам испытывать не может Это ставленница Ельцина, а теперь и Путина Здесь совершенно четко прослеживается уже сложившаяся традиция русофобов и ненавистников ставить на подобные высокие государственные посты Там, где требуется совершенно кристальная совесть и честность, ставят обязательно людей, которые ненавидят нашу страну и русское большинство Поэтому вы видите, как сразу Элла Панфилова стала отрекаться от того, что она поцеловалась к Грудинину Нет, нет, это не я, это не я, не корысти ради, не по своей воле Владимир Владимирович Христа ради Извините, я вот неловко, мне не удалось Не удалось уклониться от этого поцелуя Павел Грудинин очень достойно выступил, он кратко и ясно и внятно на выходе к прессе сказал, что его сторонниками являются не только левые и КПРФ, которые его выдвинули, но и национал-патриоты До последнего момента я же не знал, что одна из кандидатов моя, то есть не знал, что выберут меня У нас же действительно очень много достойных людей, в том числе и в КПРФ, и национально-патриотских силах, которые были выдвинуты Но вот выбор, по-моему, на меня, и я горжусь тем, что это произошло Не случайно по правую сторону от него стоял Юрий Болдырев, стоял Владимир Филин Я там выглядывал с Сергеем Алексеевичем Юстифеевым из плеч во втором ряду Не хотел там, ну как-то нас так вот впихнули, ну давайте, давайте вы повыше ростом встаньте вот так, чтобы нам заполнить пространство Ну мы заполнили не только пространство, мы надеемся заполнить и политическое пространство Поэтому несколько слов после вот этой презентации для журналистов, я сказал, телеканалу «Нейромир» Вот мое короткое выступление Друзья, у нас сегодня праздничный день Никогда еще у национал-патриотов не было своего кандидата в президенты Сегодня он есть, хотя мы и делим ответственность с коммунистами и с левыми, которые также поддерживают единого кандидата Павла Городинина Тем не менее, это и наш кандидат Мы ни в коем случае не объединяемся, не создаем никаких коалиций с коммунистами, поскольку идейно мы расходимся Наши представления о прошлом радикально различаются Некоторые представления о будущем также серьезно различаются Но в рамках предвыборной программы оказывается, что мы поддерживаем одного и того же кандидата И это впервые происходит, впервые действительно создана широкая коалиция от левых до правых Вот я себя считаю одним из таких достаточно правых или крайне правых с монархическими воззрениями Но я представляю себе, что сегодня программа, с которой выходит Городини, она еще не полностью раскрыта В самом сжатом варианте, 20 шагов Это самая короткая программа, которую можно себе представить Но многие вопросы будут освещены далее Я уверен, что будут освещены вопросы национально-государственного строительства Вопросы противодействия геноциду русского народа Вопросы освобождения политзаключенных В том числе и тех националистов, которые сегодня томятся в тюрьме И заключенного номер один, политзаключенного номер один, Владимира Васильевича Квачкова Об этом, я уверен, наш кандидат будет говорить неоднократно И мы, как группа поддержки, как его доверенные лица Будем стремиться к тому, чтобы программа кандидата приобрела всеобъемлющий вид И чтобы она отразила в том числе и те воззрения, которые бытуют на нашем фланге Я уверен, что они близки и левым Просто они по привычке продолжают быть приверженцами определенных символов и идеологических штампов Но все-таки русская национальная идея прокладывает себе путь в мозгах людей Они понимают, что главный вопрос вместе с социальным и национальный Этот вопрос непременно будет обсуждаться Я всех приглашаю приложить усилия к тому, чтобы наш кандидат победил Впервые за все время, за все четверть века безвремения и тотального воровства и предательства Есть кандидат, который в состоянии победить воровскую шайку, которая сегодня находится у власти Мы должны все объединить свои силы Вне зависимости от того, есть ли между нами какие-то разночтения, различия в программах или нет Но главная наша задача на сегодня победы Не поучаствовать просто, не пофигурировать на телевидении А победить эту воровскую систему И начать нормально жить, восстанавливать Россию После страшного разгрома, который нанесли предатели, бюрократы, воры, коррупционеры Мы в состоянии это сделать и мы должны это сделать И олицетворение нашей решимости это сделать Это Павел Николаевич Грудинин Мы не только должны за него проголосовать, но и увлечь всех на избирательные участки, добиться победы Нам надо сражаться за победу, нам надо всем народом выйти против олигархии Сейчас последний, я уверен, это последний шанс бескровной смены власти Это нужно сделать, нужно включиться в избирательную кампанию всеми своими силами Сагитировать хотя бы одного человека Хотя бы одного человека, своего родственника, друга, знакомого Переубедить, что на выборы надо прийти, проголосовать за Грудинина Надо переубедить, что за Путина ни под каким видом голосовать нельзя И за других кандидатов тоже, потому что это все равно в копилку Путина Украдут эти голоса или не украдут, это уже другое дело Это вопрос избирательной кампании, организации наблюдения за выборами Мы должны все это организовать и все-таки надеемся на то, что и официальные штабы, и КПРФ примут в этом участие И официальные доверенные лица будут на каждом избирательном участке Но каждому из нас надо предпринять усилия для того, чтобы на выборы пришел весь народ И весь народ проголосовал за народного президента Павла Николаевича Грудинина Победим на этих выборах, вы даже не сомневайтесь Редактор субтитров А.Семкин